Привет, друзья! Наверное, многие из нас слышали слова «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Это отличное правило, которое всегда срабатывает. Оно является чем-то вроде бумеранга, который в своё время вернётся. Но это правило не всегда срабатывает со всеми людьми. Ладно, если ты относишься хорошо к добрым людям, и они взамен делают то же самое. Но что делать, если ты столкнулся с человеком, которому в принципе всё равно, как ты к нему относишься? Ответ на этот вопрос вы узнаете из этой истории. Мелина Салазар работает в небольшом придорожном кафе в техасском провинциальном городке Браунсвилл. Она выросла в этом месте, позже окончила колледж, а после чего решила вернуться домой. Устроившись много лет назад в это заведение, она так больше и не смогла его покинуть. Девушка очень любит свою работу и своих гостей, которые приходят пообедать целыми семьями или просто заскакивают перекусить. Для неё абсолютно каждый посетитель был ценный и дорогой, но, как обычно бывает, среди всех гостей должен быть тот, кто будет выделяться из общей массы. И этим самым клиентом был невысокий старик по имени Уолтер Сворд. Вот уже на протяжении долгих 16 лет он абсолютно каждый день посещал это кафе, садился на одно и то же место и ждал, пока Мелина подойдёт к нему с меню. Уолтер Сворд вовсе не был добродушным старичком, как могли бы подумать многие, оставляющие большие чаевые. Напротив, все сотрудники прозвали его Скрягой. Он постоянно был чем-то недоволен. То кофе холодный, то омлет пережарен, то вообще масло не того цвета. И так было в каждый его визит. Естественно, официантки не выдерживали всех нападков мистера Сворда, поэтому отказывались его обслуживать. И только одна Мелина каким-то образом могла спокойно переносить все брюзжания старика. На вечно недовольное лицо девушка отвечала ослепительной улыбкой и всегда спрашивала о его здоровье, а в ответ, как обычно, слышала только одну грубость. Не дождёшься? Какая тебе разница? Ты что, решила меня достать? Все работники заведения утверждают, что старик был просто несносным и никто не хотел обслуживать и даже приветствовать его в заведении. Многие спрашивали Мелину, почему она его терпит, но девушка продолжала всегда с улыбкой обслуживать старика. Девушка не обижалась и даже понимала, что вся ворчливость объясняется тем, что Уолтер одинокий человек и просто требует немного внимания. А поскольку городок небольшой, то девушка также знала, что 89-летний мужчина – ветеран войны и уже давно живёт сам без детей и супруги. Поэтому, несмотря на его нападки, всегда улыбалась и продолжала ему говорить, зная, какой ответ последует после её слов. Но однажды случилось так, что Уолтер Сворд перестал приходить в кафе. Мелина стала волноваться – всё ли у старика хорошо? День проходил за днём, но постоянный клиент так больше и не появился. Работники заведения лишь только подшучивали, что, мол, и хорошо. Теперь будет кому-то другому нервы трепать. Но девушка искренне переживала за дедушку. Опасаясь худшего, Мелина начала просматривать раздел «Некролога» в местной газете и обнаружила то, чего так боялась. В разделе она прочла, что на 89-м году жизни Уолтер Сворд скончался во сне у себя дома несколько дней назад. Как рассказала сама девушка, мне стало по-настоящему жалко старика. Хоть он и был ворчливым и вечно недовольным, но как бы странно это ни звучало, я привязалась к нему. А узнав про кончину, в моей душе стало грустно и пусто. Возможно, на этом бы и закончилась история этих странных отношений длиной в 16 лет между двумя малознакомыми людьми, если бы не то, что произошло дальше. Уже на следующий день после того, как Мелина узнала о смерти, Скряга Сворд снова напомнил о себе. А произошло это так. В полдень в кафе зашёл новый посетитель, который сразу же привлёк к себе внимание со стороны. Раньше его здесь никто не видел. Он был в строгом костюме, что в этом кафе увидишь нечасто. Но было интересно то, что не знакомец и не собирался ничего заказывать. Он искал Мелину Салазар для важного дела. Девушка гадала, кто этот человек и зачем она ему понадобилась. На долю секунды закрались даже нехорошие мысли. Мужчина начал с того, что он является адвокатом у Олд Рассворда и прибыл сюда объявить последнюю волю покойного. Конечно же, Мелина никак не могла понять, при чём здесь она. Тогда адвокат попросил девушку присесть и пояснил, что всего за несколько дней до своей смерти несносный старик позвал его к себе, после чего объявил, что все накопленные деньги, которые у него есть, а это более 50 тысяч долларов, свой любимый автомобиль, которому он даже запрещал прикасаться, и свой дом в городе, он завещает той, кто уже долгие годы его терпит и всё это время является единственным лучиком света для него в этой жизни. Это была своеобразная благодарность за её доброту и снисхождение к его крутому нраву. Оказалось, что все эти годы Сворд ходил в кафе только ради неё. Она была единственной, кто мог понять его и спокойно переносила ворчание. Но сам он не мог вести себя иначе, таким он уж был. Там же на месте девушка расплакалась. Ведь проявляя доброту к этому старику, она не жаждала получить что-то взамен. Она просто хотела сделать его день лучше. Ну а эта история ещё раз служит напоминанием о том, что только доброта и любовь способны менять холодные сердца. А проявляя эти качества к другим, мы получаем намного больше. Неизвестно, как распорядиться наследством Мелина, хотя сама она говорит, что уже давно мечтает о своём собственном ресторанчике. И теперь у неё точно не будет вопросов, в честь кого его назвать. Друзья, давайте просто будем добрее. Ну а на сегодня это всё. Пишите, понравилась ли вам эта история. Оценивайте видео и до скорого!